Добрый вечер, 20.05 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня я хочу выступить в жанре ханжи, моралиста и брюзги. Собственно, сказать о той вещи, которая меня уже много лет напрягает, но вот, наконец, накипела, и я хочу её выплеснуть и обсудить с вами. Ну, правда, у нас лето такое сейчас странное, июль больше похож на сентябрь, но я думаю, жаркие дни вернутся, и уже были в Москве жаркие дни. И в эти жаркие дни мы все не могли не наблюдать, как вылезает, выползает на улице голое тело, обнажённое тело россиян. Мужчины надевают какие-то майки-алкоголички, малые майки-сеточки, все повально носят шорты. Уже несколько лет практически весь город летом ходит в шлёпанцах. В моё время это называлось шлёпанцами, сейчас они называются сланцы по названию, да, по имени города в Ленинградской области, где их делают. Так что вот такое вот какое-то пляжное настроение в нашем мегаполисе воцаряется. И, честно говоря, я скажу, меня это очень сильно напрягает. Я вот этим своим беспокойством поделился пару недель назад с читателями журнала Forbes, где написал колонку об этом. И вы знаете, сколько на меня обвинений посыпалось. И вот что, так сказать, и во всём мире так ходит, и во всех европейских мегаполисах люди являют миру свои голые пятки. И так далее. И вот я хочу обсудить этот вопрос с нашими сегодняшними гостями и с вашей, с вами, дорогие слушатели. А в гостях у нас Ануш Гаспарян, директор образовательного центра менеджмента коммуникации в индустрии моды Высшей школы экономики. Добрый вечер. Здравствуйте. И Евгений Тихонович, старший редактор моды, отдела моды журнала JQ. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот я хочу понять, насколько вот вас это, как такое старое слово было, фрапирует? Вас это удивляет, то, что люди так, так сказать, оголённо у нас выглядят в Москве? Или это нормально, это просто признак какой-то свободы, больше раскрепощённости дресс-кода? Наверное, даме первое слово мы дадим. Ну, я, конечно, с удовольствием отвечу на этот вопрос. Честно говоря, я не вижу такого ужаса на улицах нашей столицы, отвечу как есть. Вот это мои ощущения. Более того, хочу сказать, что как раз-таки сейчас в рамках одного проекта я очень часто как раз-таки внутри этого лета летаю по Европе. Могу сказать, что я не вижу такой вот вопиющей, скажем так, разницы между европейскими столицами и Москвой. Вот, могу, конечно, с удовольствием обсудить какие-то тренды, те же самые, как вы называете, сланцы или там шлёпки и так далее. Вообще рассказать, откуда это берётся, с чем это носит, в рамках ли этого какого-то корпоративного адрес-кода или нет. Можно ли, собственно говоря, позволительно ли на улице носить вот такое вот. Это одна как бы история. Но вот чтобы сказать, что-то меня страшно как бы коробит, и я вижу то, чего я не видела. Ну а жаркие дни? Вот, скажем, было то лето 2010 года, когда просто по Москве ходили полуголые мужчины, ездили в метро, ездили на троллейбусах. Безусловно, там, скажем так, ездить с голым торсом или там находиться в общественных местах, это абсолютно, это недопустимо просто. Это некультурно, и никто так не должен делать. И это, в принципе, странно, вот, когда люди просто полуголые ходят. Но это были какие-то, мне кажется, всё-таки единичные случаи, не то, что это там какое-то массовое было такое вот явление. У меня какая-то массовость в этом показалась. Вы знаете, я вот недавно шёл по Столешниковому переулку. Собственно, это колыбель нашего гламура, извините за слово, избитая. И там я встретил джентльмена в рубашке, расстёгнутой на те пуговицы, с голым пузом на выход. Да, мне это очень сильно запомнилось. Это как раз было вот в тот момент, когда в Москве стояла жара. И, ну, наверное, всё-таки правда, это скорее какие-то такие единичные случаи, потому что я встану на защиту наших мужчин, о женщинах потом поговорим, и скажу, что всё-таки стали одеваться лучше, чем раньше. Это правда. Более лучше одеваться, как сказали Света из Иванова. Это правда, совершенно так. И более того, я всегда защищаю наших мужчин, ссылаясь на, скажем, американцев. Вы выйдете на улицы, не знаю, Детройта, посмотрите на этих мужчин в страшных шортах карго. Ну, Детройт упадочнический город, он уже не может оправиться. Окей, там штат Аризона, неважно. А всё что угодно. Нью-Йорк не берём. Нью-Йорк — это отдельная история. Вот, да, Нью-Йорк ещё расти и расти. Хотя и там, знаете, встречаешь таких людей, что... Поэтому, и, условно говоря, страны Европы, если не говорить о Франции, об Италии, тоже, ну, иной раз без следствия не взглянешь. Там голландцы те же самые. Так что... Но правда, да, есть, конечно, момент такой вот неуместного раздевания, и вот о нём можно поговорить. Ну, вот я именно об этом хотел поговорить, потому что всё-таки мне кажется, что за последние лет 10, вот даже этого не было ещё в 90-х, это какой-то тренд нулевых. Я хочу понять, с чем это связано. Какой-то появилась очень сильная распущенность в одежде. Или, я не знаю, может быть, во мне какой-то старорежимный такой советский человек, говорит, который привык, что все в школьной форме там ходят и так далее. Ну, как бы я не северокорейец в этом смысле. Но какая-то такая невероятная расхлябанность. Ну, вот не в эти дни, да. Вот сегодня я там и в метро был, и на машине ездил, людей наблюдал, вот специально готовясь к этому феру. Сегодня достаточно прохладный день, там 18-19 градусов, все вроде как одеты, как осенью. Вот. Но вот если будет 25, если будет по 30 в Москве, то снова Москва превратится в какой-то филиал Сочи. У меня такое ощущение. Ну да, есть момент такой вот, когда люди всё-таки путают прибрежную зону с мегаполисом или просто с городом, где нет никакого моря, и где люди работают, ведут повседневную жизнь, они отдыхают. И вот, мне кажется, в этом ключе нужно говорить о том, что до сих пор нет понимания между границей, чёткой между пляжным гардеробом и летним гардеробом. Хотя мы вот в журнале постоянно пытаемся вот это донести. И вот если сандалии — это летний гардероб, то сланцы, как вы сказали, это пляжный гардероб. Я почему никогда так не говорил? Слово «приплыло» куда-то. Есть прекрасное слово, на самом деле, что-то у него, есть вот, знаете, из серии, как «Водолазку Бадлона» называется в Петербурге. Ну, это фитерская, да-да-да. Вот забавно тоже очень. Ну, я бы, например, просто разделила бы всё-таки, например, шорты и бриджи, да, условно. То есть, понятно, вот вы наверняка все в курсе, что там на протяжении последних 8-10 лет все с большим удовольствием, и это вообще тренд, это вот так называемые бриджи или там какие-то мужские брюки, ниже колена, ниже колена. Это одна история, да. Когда мы с вами говорим о каких-то длинных плавках или шортах, это совершенно другая история. И здесь, конечно, скажем так, вполне возможно, что мужчины, которые не совсем в этом разбираются, могут длину путать непосредственно с видом ассортимента. То есть вот им кажется, что если это укоротилось, то это могут быть и плавки, например. Да, и это, конечно, неуместно. Безусловно, это неуместно. Но надо также понимать, что мы с вами живем в эпоху огромного количества трендов. И эти все тренды, они параллельно существуют. То есть если раньше там доминировали какие-то определенные тренды, то сегодня они все существуют параллельно. И иногда... То есть мода, она настолько многообразная, она и цитирует идеи, как бы что-то новое все время придумывается. То есть на подиумах параллельно показывается столько всего, то есть столько всего, в принципе, на потребу, да, вываливается. И все это, собственно говоря, выносится... Ну, понятно, это все много, но я что хочу спросить, Ануш? А вообще, а существует ли такая вещь, как вот городской дресс-код, да, некие нормы одеваться для мегаполиса, которые отличают, скажем, Москву от, я не знаю, от какого-то мелкого уездного города, от курорта. Да, конечно, они существуют. Они достаточно, естественно, они внегласные. В Москве как бы определенная стилистика. Как только ты приезжаешь в какой-то другой город, там, свои мясничковый мейнстрим, так называемый, да, то есть какие-то стандарты, которые там в процессе жизнедеятельности каким-то образом сложились, да. Вот. И, конечно, в этом смысле все-таки я хотела бы защищать Москву, потому что в Москве все-таки живет большое количество людей, которые уезжают за границу, да, и видят, как там в тех же столицах Европы что-то, в общем-то, люди носят. И, ну, как сказать, да, то есть в Москве все-таки несколько другой, можно так сказать, что здесь другой какой-то... Ну, более цивилизованный. Цивилизованный, конечно. И здесь они выглядят несколько... Если, например, там в том же Тамбове более наверняка какая-то расслабленная стилистика, то мне все-таки кажется, что если молодой человек вечером, да, то есть пошел в 7 вечера там ужинать с друзьями, он все-таки будет придерживаться каких-то определенных городских стандартов, как минимум, потому что ему будет неудобно выглядеть там определенным образом в каком-то ресторане. И вот какие-то эти вещи подсознательно, безусловно, работают. Ну, да, я, в общем-то, тоже склоняюсь к идее городского дресс-кода. И более того, вот, будучи редактором моды, да, а значит, в принципе, я могу позволить себе порой нечто большее, чем другие люди в плане того, как одеваться. Я до сих пор не решился на шорты как вот повседневный вариант. Очень много споров по этому поводу идет. В общем-то, я здесь придерживаюсь, конечно, логики Тома Форда, который сказал в свое время, что шорты уместны только в прибрежной зоне. Я со своими коллегами до сих пор еще в этом смысле иногда спорю, потому что, например, некоторые из них носят шорты летом и чувствуют себя прекрасно. Я вот не могу, честно говоря, не могу я носить шорты. Соглашусь. Вот это вот одна из тех вещей. Опять-таки, вот я не знаю, может быть, пусть наши слушатели тоже рассудят нас. 65 10 99 6, телефон прямого эфира. Как вы считаете, уместны ли шорты в Москве? Уместно ли носить в городе, ну, в том числе на работу? Или это вот, как говорит Том Форд, это атрибут прибрежной зоны? 65 10 99 6, шорты в городе. Ну, вы знаете, хорошо, когда шорты. Но ведь бывает, что и люди, извиняюсь, труселя надевают, просто выходят в нижнем белье, нисколько не понимая, чем они отличаются от шортов. Я причем недавно совсем видел неплохо одетого джентльмена, но который, к сожалению, спутал шорты с плавками. В нем было все хорошо, кроме того, что... То есть он надел правильный... Верхняя часть была очень симпатичная. Он надел правильную рубашку, не с коротким рукавом, который я тоже терпеть не могу, только длинный рукав, который можно закатывать... Да-да-да, рубашка с коротким рукавом. Это же, как всегда, как вьетнамская делегация приехала такая. Или как школьник, который вырос из этой рубашки, вот ему вот пионер такой, знаете, остался. Это еще ACDC можно, если вы... Согласен, да. И вот, к сожалению, единственная деталь, которая его портила, это были плавки. Это были купальные плавки, которые, в принципе, отличаются от шортов, ну, материалом в первую очередь, да, то есть это характерный материал, синтетический порой зачастую. И, в общем-то, в принципе, веревочкой вот это характерно. Давайте послушаем наши звонки. Уместны ли шорты, плавки, трусы в городе? Семен. Семен, вы на линии. Да, добрый день. Да, добрый вечер. Здрасте. В принципе, у меня отношение к шортам такое неоднозначное. Я бы сказал, двояко. Изначально, вот буквально несколько лет назад, да еще вот до года 2010-го, я, можно сказать, почти всегда ходил в черных штанах. Вот, как правило, почти всегда и зимой, и летом, просто там комбинируя порой со свитером. Ну, в разных штанах у вас разные были пары брюк. Конечно, но в основном как-то всегда склонялся к монотонному темному цвету. Да. Ну, штаны, брюки, я бы сказал, вот так. Да, да. Вот. Ну, и когда вот было лето, то жаркое, по-моему, 2010-й год, когда всю Москву смогом. Да, 10-й. Да, я все лето работал, и, знаете, вот как-то вот пересмотрел, пару раз одел шорты, да, и, в принципе, понял, что это действительно легче, именно удобнее носить их, и именно удобнее в них жить. Ну, и поэтому с тех пор как-то их начал носить. А вас, скажем, не раздражает, когда толпы людей там в центре города, в шортах, вас не удивляет, не напрягает вот это? Ну, вы знаете, совершенно не смущает, на самом деле. В принципе, как-то я еще и начал заниматься спортом, да, и в основном это тренажерный зал, начал работать над фигурой, и, в принципе, я перешел не только на шорты летом, да, но и на более свободные, открытые майки, даже без рукавов. И, в принципе, знаю, что это приковывает внимание людей, и я бы даже сказал, что мне это нравится. Я к этому абсолютно спокойно. То есть уже есть, что показать. Понятно. Это такой же здоровый эксклюзионизм. Я бы, Семен, на вашем месте майки без рукавов бы с ним, к ним бы очень осторожно бы относился тоже. Вот это да, это такое, знаете бы, да, спасибо, Семен. Действительно, очень часто с фитнесом связано, когда люди начинают ходить и качаться, и вот кому показать? Банки показать. Банки показать. Это же должно подкрепляться такими-то... Качаешься год, а тут... Одобритель, да, одобряющими взглядами. А тут две недели на пляже, что ж, качаться 50 недель, чтобы две недели показывать, так это, в общем, надо демонстрировать. 65, 10, 99 и 6. Уместны ли в городе шорты? Георгий. Добрый вечер. Добрый вечер. Шорты, да, если они скроены были и продаются, как Аберкром Бенфич, например, прекрасные такие шорты. Купальные шорты, как очень любят жить для окраин, конечно, нет. Это не городская одежда, явно. Ну да. Тут в запрет ставлю любые майки с коротким рукавом, то есть... Ну, в смысле, без рукава, да. Уж тем более алкоголички, это вот просто, вот как вижу. Вы знаете, вот как-то в этом году я мало вижу, но вот пару лет назад меня совершенно потрясали мужские майки-сеточки. Я даже не знаю, откуда они взялись. а еще одна, знаете, такая идет она как бы в зоне спины, она расходится, вот там одна лямка идет и расходится на две части. Такая была какая-то мода, турецкий дизайнер какой-то сварганил и было здорово, но нет. А шор, в принципе, летом нашел, хотя не самый стройный, наверное, но повторюсь, вот шорты городские от чего? Потому что, может быть, там в молодости... А с какими ботинками вы их носите? С какими-то у нас? С носками ли? Не, ну нет. Человек обер-кромбе покупает, какие носки. А с шорты забудь про носки. Нет, это понятно. Есть у меня... Честно, нравится мне то, что там шлепанцы или сланцы, но подошва должна быть ни в коем случае резиновая, а что-то вроде бамбука, такая плетеная циновочка. Они лет пять назад начали появляться. Исподрили вы имеете в виду? Исподрили, да. Да, да, да. Я их ищу, да, так что-то вроде ротанга. Это очень удобно, потому что там никакого запутывания ноги. Но опять же, не это если вот надо где-то... Понятно. Загород, еще где-то, конечно, работы нет. Понятно. Хорошо, Георгий, спасибо. Слушайте, ну молодой человек, конечно, достоин просто восхищения. Он все правильно говорит. Ну да. Он так структурировал. Я, кстати, поддерживаю, потому что есть вот действительно городские шорты. Можно их шортами, бриджами. Тем более, вы знаете наверняка, что это тренд. Вообще все фэшн-стори показали в тех же глянцах, как пиджаки носят с шортами чуть выше колен. Это вообще была такая фэшн-фишка. Я не призываю всех это носить, но во всяком случае это абсолютно трендовая история и совершенно городская. Это одна вещь. Другая история, это когда мы с вами говорим уже вот о плавках, о каких-то шортах очень коротких. Это, конечно, уже не очень эстетично, но... Ну да. Обсудим. Обсудим эти вещи. Сейчас уйдем на перерыв. Напомню, наш телефон 651099,6. Уместно ли в Москве шорты, плавки, труселя? Мы уйдем на перерыв. Звонки ваши примем после. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о летнем городском дресс-коде. Уместно ли в Москве одеваться так, как в прибрежной полосе, так, как на юге? Вы знаете, вот я когда статью писал, там много комментариев было, и в том числе писали люди, что ну а что, вот где-нибудь там в Ростове или Краснодаре это совершенно нормально. Жарко на улице. Человек с утра встает, чешет пузо, надевает семейные трусы. И дальше он выходит в город, в жизни начинает в этих трусах, собственно, функционировать. Идет в парикмахерскую, идет на почту, идет в булочную. В машине даже, вот пишут, люди ездят на машинах, уходят из машин серьезные мужики в трусах. И вот мне кажется, что вот эта вот мода, она как-то приехала в Москву с большим социальным замесом. И вот хотя мои собеседники сегодняшние меня убеждают, что все это нормально, что Москва ничем не выделяется из других мегаполисов. А у нас в гостях сегодня Ануш Гаспарям, директор образовательного центра менеджмента коммуникации в индустрии моды Высшей школы экономики и Евгений Тихонович, старший редактор отдела моды журнала JQ. Но все равно у меня какое-то остается ощущение такой некой избыточной расхлябанности, которая в последние несколько лет у нас в городе наступила. 65, 10, 99,6. А как считаете вы, излишне ли мы расхлябаны летом в одежде? Можно ли в городе носить шорты, бриджи и трусы? Андрей на линии. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. По поводу шорта я всегда вспоминаю любимый эпизод из сериала «Клан Сопрано». Не помню, какой сезон, когда Тони встречается с главой нью-йоркской семьи. До этого его видели, Тони видели жарящим барбекю в шортах у себя на лужайке. И пожилой и бывалый Дон из Нью-Йорка говорит ему «Дон не ходит в шортах». То есть это одежда в общем не для серьезных и не для солидных мужчин. И она, конечно, порождает какое-то ощущение расхлябанное. Ну да, да. На мой взгляд. Соглашусь. Тем более из такой патриархальной итальянской культуры. Это вопрос мира ощущений и вопрос того, как человек себя позиционирует в обществе, где он работает, с кем он общается и так далее. Согласен. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я как раз хотела сказать по поводу того, что, да, действительно, социальный контекст, в котором ты находишься, имеет огромное значение. Одно дело, ты пришел на работу, то есть на работе, как правило, там в офисах, там, неважно, где ты работаешь, есть либо прописанный дресс-код, да, который провозгласили, либо есть дресс-код, который в негласный. И, безусловно, ты, если ты хочешь быть своим среди своих, ты должен какие-то рамки приличия, не то, что приличия, а как бы находиться внутри этой структуры и четко себя идентифицировать там определенным. Понятно, что, когда мы с вами говорим непосредственно уже о каких-то социальных структурах, то здесь существует дресс-код, и ему нужно там подчиняться, если только ты не собираешься там с этой системой конфликтовать. Это первая история. Другая вещь, это, собственно, то время твое свободное, да, там, внутри города, когда ты можешь выглядеть как угодно. И здесь уже вопрос просто каких-то культурных, опять же, традиций, культуры, семьи и так далее. То есть, если тебе комфортно быть более консервативным, ты такими являешься, то есть, ты не можешь быть таким, каким ты не будешь. Ты есть такой, какой ты есть. Это одна вещь. Но другая штука, вот, мне, например, очень странно, представить себе молодого человека, полноценного, взрослого, 18-летнего, который, например, летом не носит бриджи или там шорты, которые именно городские. То есть, практически все... Вот перед вами. Вот именно. Редактор моды. Практически все молодые люди, но это, я согласна, что есть просто, в этой жизни можно найти как бы любые проявления. Есть вопиющие, это понятно, что они есть, и это колет глаз, да, а есть те, которые, в общем-то, можно совершенно спокойно вписать в рамки как бы культуры, и это будет выглядеть достойно. Ну, хорошо, обсудили шорты. А вот другая вещь, вот эти вот сланцы, шлёпанцы, тапочки, вьетнамки, я не говорю эти случаи, конечно, вот я сейчас тут по делам надо было, что около Курского вокзала был, там, конечно, сплошь люди, так сказать, в этих самых сланцах стоят, курят, сланцы эти с носками, это понятно, оставим вокзалы в стороне. Но вот то, что в общественном транспорте, в городе, в магазинах, я всё больше и больше вижу людей, а ведь, понимаете, город вещь грязная, это не то, что ты там от пляжного отеля дошёл по песочку до моря, вот, и просто люди являют миру свои не всегда чистые ноги, пятки, и всё это находится в метро, вот, меня тоже хочу понять, насколько вот эти самые шлёпанцы допустимы в городе, вот то, что вот называют, вот эта сланцевая революция, которая произошла в нашей жизни. Нет, безусловно, недопустимы, и безусловно, это вопрос визуальной культуры, которая попросту порой отсутствует у наших людей, не у всех далеко, к счастью, и, конечно, шлёпанцы, они же сланцы у местных, или на берегу моря, или в бассейне, очень удобная вещь, пользуюсь регулярно, вы тоже, наверное, всё, то есть на этом заканчивается зона их использования, да, ни в коем случае. Ну вот да, вот старший редактор отдела моды Джей Куэй, Евгений Тиханович, видите, разделяет мой консерватизм в отношении шортов и сланцев. И вы знаете, да, закончу мысль, даже кожаные, вот так называемые вьетнамки, на мой взгляд, не очень, как бы, статически приятны взору, потому что всё равно, в любом случае, вот имитируете самые сланцы, хотя сделаны, вроде как, из кожи, но лично я больше придерживаюсь каких-то вот вариантов с сандалиями, или же вот с эспадрилями, я вообще считаю, что это идеальная летняя обувь. Ну или макосины там на босоногу, какие-то волны, я люблю кроссовки на босоногу, тоже можно носить, или там с какими-то такими носочками, которые не торчат, а вот такие вот просто на ступню, чтобы там ноги не стереть. Да, и вот, что я хотел сказать, что в определенных случаях действительно важен контекст, как в случае с шортами, да, и мироощущение внутреннее. Готов, не готов, это уже лично твое дело носить. А в случае с вьетнамками, это, конечно, табу, здесь никаких вообще вариантов быть не может. А как считаете вы, 65, 10, 99, и 6, можно ли в городе носить вьетнамки? Андрей. Алло. Алло. Да, да, Андрей, вы в эфире. Да, здравствуйте. Хотел сказать сначала по поводу шорт. Да. Лучше шорты, чем спортштаны и спортивки. Я не знаю, почему вот... Трей, трей, спортивки, это что такое? Это трейники, да? Спортивные штаны и трейники, да, в моем детстве называли спортивками. Да, прекрасно. Лучше шорты, и я ношу шорты, поэтому вот. Потом по поводу маек, сеточку и голых пуст, это, конечно, на этом нет. Сам, ну, никогда не буду, не носил, но по поводу города, мне кажется, очень даже прикольно, когда видишь такого персонажа, сразу, сразу как-то становится весело, и когда говоришь себе вот, как в интернете, вот, meanwhile in Russia, ты представляешь, как бы, как фотографируешь этот момент, этого человека, meanwhile in Russia, говоришь, и все, и сразу хорошо становится, ты понимаешь, что ты как бы в Russia, и все нормально. Да, Андрей, за meanwhile in Russia отдельное спасибо, но согласитесь, что интересно этого персонажа наблюдать из окна машины, но если вы едете в метро в час пик, и вот этот персонаж оказывается рядом с вами, со своим толстым пузом, вот, это уже как бы не совсем meanwhile, да? Да, согласен, можно еще по поводу слепок, вот маленький момент такой, по долгу службы был в Ярославле, значит, бизнес-командировка, приехали в компанию, там был тоже, встречал человек в брюках, ну, в рабочей рубашке, и был в шлепанцах, вот, ну, я удивился, ну, как бы подумал, ну, ладно, Ярославль, может, вроде недалеко от Москвы, ну, мало ли что, при мне ему позвонил директор, и разговор был примерно такой, что, как, почему ты в шлепанцах, и он просто сказал на это, что, а вы кондиционер мне поставьте, людям, людям еще, людям еще, да, нужен какой-то комфорт, вот, чтобы не париться, релаксировать, вот, ну, как бы такие все слова, да, да, такие, простота, простота уезд, а других людях, как бы, ну, и не подумаем, и вообще, что нужно, тоже не будем, простота уездных нравов, понятно, Андрей, спасибо, да, да, с 45-ками, заметьте, знаете, такое маленькое, хочу такую подколку, в том числе, и в свой адрес, как-то вот мы, вот посещая такие неочевидные места, оправдываемся, я сказал, я тут по делу, заходил на Курском вокзале, да, Андрей был в Ярославле по работе, да, не можно сказать, был в Ярославле, нет, по работе был в Ярославле, так что, нужно какое-то оправдание, это неправильно, страна наша прекрасна, пространство наше многообразное, надо посещать его во всех его проявлениях, и так, 65-10-99-6, уместно ли в Москве майки-сеточки, шорты, шлепанцы и прочие атрибуты пляжной жизни? Владимир. Алло. Да. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Вот я хочу отметить просто один момент, как ты, Марк. Я москвич, родился в Москве, всю жизнь прожил в Москве и так далее. Вот, соответственно, ну, мои все одноклассники, друзья, это москвичи и так далее. Так вот, по моим наблюдениям, вот, наверное, 9 человек из 10 нас, мы никогда не оденем ни шорты, ни сланцы, когда поедем куда-то там, в метро и так далее и тому подобное. Вот. И в то же время, я работаю в ритейле, в одном очень крупном, где очень много приезжих и так далее и тому подобное. Вот там половина, наверное, большая половина, вот они ходят всегда в шортах, в сланцах, ну и так далее. Очень интересно, Владимир, да, соглашусь с вами. Вот мне кажется, именно вот это то, что я говорю, что это последние 10-15 лет, вот так скажем, простота нравов, ну, придется, да, сказать, что там провинция, вот это все, ну, не московской жизни, не петербургской, не столичной, не московской петербургской жизни, она как-то вот сейчас просочилась в наш город и, в общем-то, меняет летний дресс-код. Так что уже нормально вот эти, хотя я согласен, то, что есть, так сказать, и топовые какие-то, и вот шорты, и шлепанцы, и все это от известных марок есть, и все это производится. Но вот вопрос в том, что у нас это в какой-то повседневной жизни, и в общественном транспорте, и в публичных пространствах, в общественных местах начинает доминировать. Я хотела бы добавить просто, что надо все-таки очень четко разделить две вещи. Это пляжная одежда, которая действительно неуместна в городе, там вот все эти шорты пляжные, действительно какие-то резиновые сланцы, или как они там называются, это совершенно одна, это вообще другая эстетика, это специальное место, нужно водоемы, я не знаю, там как минимум реки, бассейны, так вода, 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 да. Но если мы говорим, именно просто есть городские, все-таки шорты, вот я как-то вот все-таки, наверное, тут самая почему-то, как женщина, вот защищаю мужчину, есть просто нормальные, действительно, мужские шорты, которые можно носить, джинсовые, из плотной ткани, эстетичные, модные, которые, ну, не режут глаз, и как бы совершенно нормально смотрятся. Что касается опять вот этих вот, все сандалии, шлепки, это тоже есть пляжная одежда, резиновая, а есть все-таки легкая, мужская, это вот сандалии, это там, исподрили и так далее, то есть даже какие-то хлопковые костюмы, льняные костюмы, иногда очень симпатично смотрятся, со всеми вот этими, вот с открытой мужской обувью. Что касается там каких-то не очень эстетичных пяток и так далее, это имеет отношение, я думаю, как к мужчинам, так и к женщинам, что правила гигиены никто не отменял, и то есть если ты там оголил какие-то там части своего тела, то прежде чем вообще задаваться культурой стиля, нужно как бы подумать о культуре своего тела. Безусловно, надо понимать, что как минимум ты должен быть эстетично выглядеть, и должен быть чистым, и как бы в рамках определенных правил гигиены там находиться. А вторая история, это уже как ты выглядишь чисто визуально. Еще один важный момент, я хотел по поводу как раз на тему шорт высказаться. Вы знаете, вот я обращаю внимание, что в магазинах в последнее время, в силу того, что на подиумах это появляется, продаются шорты брючного кроя, напоминающие... Со стрелками. Со стрелками. Напоминающие брюки, просто сильно укороченные брюки. Вы знаете, я вот лично, я противник такого варианта, потому что мне это вот напоминает ту же самую ситуацию, что и рубаши с коротким рукавом. Ну да. А я вот за какие-то варианты шорты чиносы, более-менее свободного кроя, с мелкой, например, с мелкой вышивкой, повторяющей друг друга, например, какие-нибудь собачки, якоря, все что угодно. Но вот не вот эти все истории, которые часто можно на подиумах заметить, но ничего общего. Ну понимаете, да, есть подиумные вещи, есть как бы ежедневные городские, потому что они открывают те вещи, которые, ну я не знаю, но мне кажется не особо эстетичными, скажем, вот волосатые мужские щиколотки. Предназначены ли они для всеобщего просмотра? И вот если вы не модель, если вы не высокий мужчина, ну это комично выглядит. Порой попытка подражать тому, что происходит на подиумах, когда вот надевают те самые пиджаки с шортами, то есть да, это действительно как некий такой фэшн-стейтмент на подиуме, и это, конечно, очень смешно в реальной жизни, если вы не, опять же, не в контексте каком-то определенном находитесь, если вы не в Милане, да, только что вышли с шоу модного. То же самое со шляпами, да, ну шляпа, это действительно иногда очень-очень колоритно и весело, но, наверное, где-нибудь во Флоренции больше, Барсалина на голове, а вот в том же самом Столешниковом переулке порой это просто комично выглядит. Попытка подражания итальянцам. Да, что позволено итальянцам, какие-нибудь, понимаете, там красные брюки, не знаю, красные брюки, это любимая история, которые любят, опять же, вот заимствовать наши южные соотечественники, да, из южных регионов, очень любят тоже. А вот, кстати, из южных регионов, это тема, о которой я тоже хотел бы говорить, ведь в Москве тоже очень сильно проявляется кавказский стиль, он становится одним из доминирующих. То, что мужчины могут носить кепки со стразами, там, какие-то майки в обтяжку, вот эти вот вещи. Красные макосины еще. Да, красные макосины, ведь очень интересно, да? Начинают задавать стиль. Абсолютно начинают задавать стиль, давно задают, и многие даже неосознанно копируют его. Ну, а никуда не деться, потому что любая культура, она, естественно, экипировка, это всегда часть любой культуры, и везде есть. Ты вот в Ростове, или там на Кавказе, там всегда были какие-то свои предпочтения. То есть так же, как, кстати, у женщин, вот, например, вне зависимости от размера, белый цвет. То есть есть какие-то вещи, которые просто вшитые уже, как общие места, и уже никуда от этого не деться. Напомню, телефон наш студийный 65 10 99 6. Ваше отношение к шортам, шлепанцам, рубашкам с короткими рукавами, и вообще к демонстрации собственного тела. Уместно ли это в городе летом? Или наоборот, вот я здесь сижу и занимаюсь каким-то ханженством. Подтвердите или опровергните мои опасения. 65 10 99 6. Мы уйдем на короткий перерыв, после этого примем ваши звонки. И снова добрый вечер. Программа «Археология». 65 10 99 6. Телефон прямого эфира. Ваше отношение к летнему дресс-коду. Можно ли показывать собственное тело? Рубашки с короткими рукавами, шорты, волосатые мужские щиколотки, шлепанцы, сланцы и тому подобное. У нас в гостях Ануш Гаспарян, директор образовательного центра менеджмента коммуникации в индустрии моды Высшей школы экономики, и Евгений Тихонович, старший редактор отдела моды журнала «Джей Кью». Дмитрий на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я что... Ну, я сам выразить мысль, какой я хотел. Что, ну, в целом, а против шорт, там, ну, вот летние обуви, типа, там, макосины, разного плана кроссовки, как бы, я, в принципе, ничего ужасного в этом не вижу. Ну, в принципе, там, естественно, ну, вот эти шорты, ну, пляжного вида, то есть, ну, ну, они не как плавательные, которые, то есть, да, вот не... Понятно, понятно, спасибо, Дмитрий. 65, 10, 99,6. Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы знаете, я, например, считаю, что за редким исключением нет, неуместно. Еще раз повторюсь, за редким исключением, тем самым исключением, которое подтверждает общее правило. Понятно. Да, и мне здесь кажется, что мы тут чуть-чуть вот в этом обсуждении, да, я вас внимательно слушаю, мне это нравится, чуть-чуть путаем причины и следствия. Мне кажется, вот эти все вещи, которые происходят, неуместности в одежде, да, там, это не только шлепки, там, и... Ну, вообще... Ну, да, май, майки неопрятные, или просто нижнее белье часто. Если посмотреть на... Ну, нижнее белье, мне кажется, это вообще за гранью, хотя можно и встретить это на улице, да, можно посмотреть. Как правило, это все мятое, это все грязное. Я уже не говорю про тело, да, там, если ты с этим где-то сталкиваешься, то мне очень приятно на это смотреть. Да. Но, опять-таки, повторюсь, для меня это следствие вот вседозвольности вообще, вот что называется такого, я бы, может быть, даже назвал культурного кода человека, да. Да. Хотя, с другой стороны, я, например, этим пользуюсь, ну, видя такого индивида, скажем, да, ну, что больше от него, ожидайте. Ну, вот он очень много о себе и рассказал. Ну, да, согласен, согласен, Сергей. Да, вот мне кажется, Сергей здесь подмечает какую-то общую вещь, и у нас, вообще, называемые вещи своими именами, в жизни очень много у нас становится хамства. И раньше, вот, да, у нас были более зажатые времена, да, мы жили в советские времена, и как бы зирались пугливо вокруг в 90-е, смотрели, как устроен мир, как себя вести. Вот, сейчас люди как-то очень, как бы сказать, так сказать, заплыли жирком, получили вроде как какие-то свои права, научились потреблять, у каждого какой-то там айфон в руке, у каждого какая-то, так сказать, худо-бедно какая-то машина есть, имею право. И реклама им говорит, ты имеешь право, живи в свое удовольствие, живи ради себя. И вот человек, живя ради себя, думает, а что я должен напрягаться в одежде, да, почему вот мне дома удобно в труселях ходить, и почему мне потом подобным образом и не появиться на улице. Вот такая наша демократическая рыночная жизнь. И вот мне какой-то такой вот тут тренд кажется, вот вы, кажется, знаете, сравнили с Америкой, и в Америке тоже вот эта расслабленность в одежде, вот эта, она, в общем-то, часть общедемократической культуры. Они не связаны культурными кодами так сильно, как европейцы. Вот у европейца есть очень сильный императив одеться, потому что должен соответствовать своему городу, своей истории, своей местности. А американцы, они как бы ниоткуда, они как перекати поле прилетели, вот ему должно быть удобно. Convenience store, вот, convenience fashion. И вот они так по удобству и одеваются. Вы удивитесь, даже французы одеваются по удобству в большинстве своем. То, что мы видим вот в таком официальном обрамлении, это скорее имиджевая история, да, а по большей части французы, французенки, например, редко когда носят каблуки, те же самые, да, вместо них балетки. И, в общем-то, никогда не наряжаются очень сильно. Поэтому, мне кажется, что все-таки не все настолько вот плохо, да, и не все настолько вот у нас здесь внутри самобытно. Мы, на самом деле, мы похожи на всех остальных, и, в общем-то... Да, вот я вот не знаю, кстати, я тут немного с вами поспорил бы, Евгений, по поводу того, что французенки носят балетки. Вот мне кажется, что здесь вот мы все говорим о мужчинах. Мы о женщинах не поговорили. Да, поговорили. Вот, потому что, что интересно, тоже женщины... А, вот, кстати, я вижу, у нас есть один женский звонок. Мы сейчас возьмем, примем ваш звонок. Но вот, мне кажется, что женщины наши заголяются, но уже по совершенно другим причинам. Не по причинам расхлябности, а по причинам такого встроенного сексизма русской культуры, которому женщина должна показать по максимуму свою, так сказать, товарную стоимость. И вот здесь тоже, вот, я не знаю, я видел только в России, в Восточной Европе ужасно много таких прозрачных вещей, прозрачных кофточек, юбочек, платьев какой-то. Вот из-под них-то как раз видно нижнее белье. И вот это вот тоже летом. Причем в таких присутствных местах. Зайдешь куда-нибудь в бухгалтерию, а там, извините, все тетки сидят в таких прозрачных кофточках, а там под ними левчики видно. Ну что же им еще в бухгалтерии делать? Там мало кто, туда, может быть, приходит. Почему бы им тоже как-то не демонстрировать себя? Нет, я не то, что их защищаю, абсолютно. Ну да, нет, но... Вот это просто такая небольшая ирония. Просто я хочу сказать по поводу женщин, если уж вообще, вот, собственно говоря, как-то одежду и культуру одеваться каким-то образом вот этот мостик перебрасывать от, в принципе, вот, собственно, российская культура, там, ВС, как бы, одежда, да, культура в одежде. Ну, конечно, можно сказать, что, безусловно, у нас есть определенная стилистика в России. И мы более, вот, если уж сравнивать с кем-то, то мы как итальянцы, наверное, вот итальянки, я бы так сказала. То есть российские женщины любят себя демонстрировать. Кстати говоря, есть что показать, уж что говорить, да, то есть, вот, в отличие, кстати говоря, может быть, от кого-то, если брать каких-то других женщин, то российские женщины вот, все-таки, ну, практически самые красивые, это правда. Вот, есть что показать. Плюс еще и вот это, вот, как сказать, ну, определенная культура демонстрации как таковой, она все-таки есть, такая византийщина, она, но она достаточно азиатская и достаточно сексистская, так скажем, эта культура. Русская женщина должна все время выглядеть как на параде. Ну, у нас не только культура в одежде такая, ну, в общем-то, почему, даже если, извините, может, я сейчас крамульную вещь скажу, но та же церковь, которая, в общем-то, демонстративная достаточно, да, это вот, ну, и просто там, собственно, все эти иконы, золото и так далее, демонстрация бесконечная, это можно какие-то параллели совершенно спокойно, проводить. Да, у нас символическая культура, статусная у нас. Да, и нам надо это провозглашать через визуальные символы, и в том числе, и когда мы говорим об одежде, это все то же самое. Вот я в защиту наших женщин скажу, что мне гораздо приятнее смотреть на нашу девушку на каблуках, нежели вот на американку или шведку, финку в безразмерном свитшоте и кедах конверс там, ну, вот просто приятнее, объективно, да, понятно, что и бывают крайности. Это да, на вкус, на цвет, что называется. По-мужски я имею в виду. я, кстати говоря, в этом смысле тоже могу вас как бы понять. Да, все-таки наша страна не настолько заточена на феминизм, как Европа, то же самое, или Америка, вот и... Я бы сказал наоборот, она заточена на сексизм. На сексизм, да, наша страна. Да, конечно, и поэтому наша женщина по-прежнему хочет нравиться мужчине и одевается для мужчины. Это надо понимать. Ну, согласитесь, что обратная сторона этого здесь, я, так сказать, сейчас начну свои феминистские штучки, но обратная сторона этого, это то, что у женщин ниже зарплаты, это то, что у женщин меньше карьерный рост, это, так сказать, все вот эти вот вещи, они прошиты в обществе, с одной стороны можно улыбаться, говорить, да, наша женщина. И, вы знаете, с третьей стороны тоже, я скажу, когда где-нибудь на Западе там спускаешься к завтраку, и вот русская пара спустилась, и женщина уже вся как на параде на завтрак. Она уже на каблуках, она уже в полном макияже, она готова. И вот это вот все, конечно, тоже все прошито в нашей культуре. Ну, вот как раз представитель, представитель самых красивых женщин в мире Александра звонит. Александра, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Значит, по поводу вашей темы, очень интересно, что я вообще оказалась первой девушкой, одни мужчины звонят, а люди разговаривают, тенденция последних 20 лет. Мужчины настолько уже в тренде, в гламуре стали, что женщина отходит на задний план. А поговорить есть о чем. Каждый день с той самой окраины езжу в центр на работу, и попадаются на глаза ну просто что-то из ряда вон, да, что шорты напоминают трусы, и куда катятся наши девушки, и что из них вырастет, и что будет дальше с нашим. С нашим полом. А девушки, в смысле, что вызывающе слишком одеты? Очень вызывающе, да, то есть как будто, извините, на панели она собралась, и не на работу. Вот. Ну да. Меня не так учили, я в шортах, только на дачу, наверное. Ну да, да, соглашусь с вами, Александра. Спасибо. 65, 10, 99, и 6. А как вы смотрите на вот эти новые тренды в одежде, когда люди невероятно заголяются, показывают свои ноги, показывают голый торс, путешествуют по городу без майки, ну или просто носят шлепанцы? Андрей. Алло, да. Да, добрый вечер. Да, да. Ну, я, наверное, против всех. Я как бы за шлепанцы, да, вот, и, в принципе, и за майки-алкоголички. Так вот. Я считаю, что, ну, как каждому удобно, да, лишь бы это было и эстетично, да, и, ну, как бы, к месту. Ну как эстетично? Ну вот, ну, согласен, майка-алкоголичка, как она может быть эстетична и к месту? Ну, дома там, я не знаю, дойти до ванной от постели, может быть, можно в такой майке, ну, в городе-то как же она может быть эстетична и уместна? Ну, не знаю, мне как бы, мне нормально, может, я просто асоциальный какой-то элемент, но я, в принципе, в городе, ну, метро я не ездию, да, вот, и работаю я за городом, соответственно, я туда-сюда, как бы, если куда-то я иду, да, ну, там, какой-то там, ну, допустим, там, на концерт, или еще в клуб какой-то, ну, к друзьям, там, на концерт, еще что-нибудь такое, ну, знаете, ну, такое вот место, где надо, одеть там, ну, что-то серьезное, или там, в министерстве, социальная оказия, да. Допустим, в этих самых, ну, в джинсах, которые рваные, мне надо было идти, вот, в министерство, меня предупредили, Андрей, пожалуйста, вот туда не одевай вот эти вот джинсы. Рваные джинсы, да. Ну, да, соответственно, я считаю, что если на мне это смотрится нормально, да, вот, ну, значит, это нормально. Понятно. Вот, если кому-то не нравится, то пусть кому-то не нравится. А моды вообще, я считаю, ну, это, ну, навязывание каждые полгода людям одним и тем же другие вещи. Вот, так что, я не знаю. Спасибо. Ну, вот такой, да, голос, вот ты сказал бы, такой нового поколения. Если мне удобно, если мне нравится, то и пусть. А что остальные думают, как бы, это все... Демократия понимаешь. Ну, все равно это все очень субъективно. Опять же, что такое эстетично? Для нас с вами неэстетично, для наших детей эстетично. Тот же Дима Билан, который там на Евровидении был в этой мальке-алкоголичке пресловутой и, собственно говоря, стал первым, как бы, ну, наверняка, очень многим показался страшно эстетичным, потому что он старался, он качал свое тело, он там его каким-то образом припудривал, не знаю, что он там делал. Но, во всяком случае, как-то огромное количество людей совершенно спокойно к этому. Это, мне кажется, еще и вопрос культуры, поколения, воспитания. То есть, ну, это действительно так. Но все-таки я бы против, высказался против абсолютного релятивизма, того, что сейчас сказал Андрей. Это, вы знаете, ну, это, ну, как с нормами правописания, как с грамматикой. Все-таки мне кажется, что должна быть какая-то грамматика языка. Иначе... Ну, это да, это такой... Иначе все пойдет в разнос. Да. Должны быть какие-то границы, безусловно. То есть, если мы их перестаем, то тогда будет, ну, вседозволенность. Она, ну, ни к чему никогда хорошему не приводит. А у нас эпоха, вот, идет сейчас размывание границ, когда все говорят, а мне так удобно писать. Вот. А мне удобно говорить там, ездят и ложат. Вот мне так удобно. Вот. И вот имею право. И вот она наша демократия. То же самое вот там с трусами, со шлепанцами и так далее. Вот эта вот культура удобства. И, ну, не знаю, мне кажется, что город, это не вседозволенность. Город, это какая-то очень большая, в том числе, обязанность. Мы говорим постоянно об урбанизме каком-то, и вот урбанизмом, в том числе, предполагает ответственность вот этих вот жителей. Да. Мне все-таки кажется, что все течет, все меняется, и что будет там через 20 лет, мы еще с вами удивимся, конечно. Это глобальное потепление. Будем ходить, как македонцы. Нет, я просто к тому, что, безусловно, мы держим в голове то, на чем мы выросли, пытаемся каким-то образом принять то, что происходит сегодня. А если вообще думать об этом в свете будущего, то это все равно, ну, вот такое вот оно развитие. Нравится нам оно или нет? Может, это вестники, вот эти вот голые мужики, но они гости из будущего. Мне кажется, как раз вот мало что меняется, на самом деле. Мода цитирует себя уже на протяжении долгих-многих лет, и, по сути, мы ничего не приобретаем, особенно в мужском гардеробе. Он не сильно-то и заменился за последние сколько, даже не знаю, лет 70, 80, 90. Те же шорты и в 50-е, собственно говоря, это было трендом. Я убежден, что все равно есть понятие красоты, и оно более или менее объективно. И вот майка-алкоголичка, она некрасивая априори. То есть вот просто как, не знаю. Мне кажется, я тут женщина защищаю вас со страшной силой, в отличие от того, что нет майка-алкоголичка и может быть. И почему бы нет, да, шлёпанцы. Да нет, вопрос, конечно, первичный, конечно, тело. И то, что это майка-алкоголичка скрывает или открывает. Вопрос то же самое, понимаете? Знаете, как мой знакомый один говорит, костюм прекрасный, фигура плохая. Вот это вот из этой же серии. Кстати, с этими животами женскими, да, тоже пошла тема последние, там, лет 10, да, что все девушки, женщины, собственно, до любого возраста, лет до 60, женщины вот открывают живот. И вот это пошло лет 10 тому назад. Но, извините меня, животы-то бывают разные. Или вот сейчас эти самые брюки пошли с низкой талией. То, что у всех, так сказать, ягодицы вываливаются и живот. Понимаете, брюки с низкой талией, они, по-моему, на фотомодель. Вот на Кейт Мосс хорошо надеть, да, брюки с низкой талией. А у нас все их надевают. Вот едешь в метро и смотришь, так сказать, сзади колбаса висит и спереди колбаса висит. Ну, не хочется превратить нашу беседу в брюджание, в такое, знаете, ханжи. Ну, да, да. Я предупреждал вначале, что я сегодня выступаю в жанре ханжества. Звучим уже как просто, да, какие-то... Да, действительно, уже собаки. Давайте, давайте свежие, свежие крови, свежий голос. Борис, вот что Борис считает. Борис. Да, добрый вечер. Значит, я хотел тоже пару слов добавить в нашу общую кашу. Значит, я бывший военный и когда-то давно, в 80-х годах, накануне Олимпиады, проходил мимо американского фаспорта. Меня тогда поразило, что стоял американец из посольства, на нем были обрезанные джинсы. Значит, перед ним стоял наш милиционер, и я был страшно удивлен. Как так? Вот наш милиционер, образцовый, а перед ним стоит американец в таком облезлом виде. Так. Для меня это тогда произвело впечатление. Два мира, два образа жизни, да. Ну, тогда это было такое понятие. В духе Валентина Зорина, да. Да, после этого я служил как бы в Средней Азии, там было достаточно жарко. Значит, и команда, командование Среднеазиатского военного округа, когда утверждало форму одежды, значит, все офицеры должны были ходить в сапогах, в фуражках, и, как бы говоря, при погоде 40, там и больше градусов, никаких облегчений не было. Галстуки на шее, разрешали только пиджаки снимать после обеда. Значит, и когда обратились к товарищу Язову, который потом стал министром обороны, он сказал, ничего, пускай терпят, во время войны было тяжелее. Поэтому мода была у военных в Среднеярских республиках носить фуражку на затылке, потому что лоб был постоянно мокрый, и форма одежды соответствовала тому месту, где мы находились. Понятно. Еще один, еще один маленький пример. Будучи в Рио-де-Жанейро, я, как бы, гулял и обращал внимание на то, как одеты люди. Но те люди, которые лежат на асфальте, отдыхают, им ничего не надо, это отдельная тема. Как они одеты, вообще никого не интересует. Но Рио-де-Жанейро очень своеобразный город. Еще Остап Бендер о нем мечтал, как помните. Ну, Остап там, наверное, и не был, потому он и мечтал о нем. Я думаю, сейчас большинство людей не так смотрят на Рио-де-Жанейро. Так вот, там культ физического тела. При мне, как бы говоря, я шел вслед за мужчиной, которому лет, наверное, 70, но у него, ему майка алкоголичка была просто мала. Вот такое накачанное мощное тело, и все на него смотрели с завистью. Там в буквальном смысле слова не обращают внимания, какие брюки, какие эти самые, там просто культ физического тела. Если ты выглядишь замечательно, с уважением. Если ты выглядишь очень долго и все остальное, ты потенциальная жертва преступника. Понятно, Борис. Спасибо, интересно. Да, рассказали про американское посольство, про среднее. Ну, Рио, я соглашусь. Я был в Рио, невероятно физиологичный город. Там, так сказать, вот у нас 16 плюс передачи, но вот, знаете, буквально секс разлит в воздухе в Рио-де-Жанейро, и в мужчинах, и в женщинах там все люди как из ртути сделаны. Вот как они ходят, там и воздух такой, и не только на Капкабане, или и Панеме, на этих пляжах известных, но и в самом городе. Вот не был на Кубе, но вот говорят, что на Кубе тоже вот такая вот какая-то истома разлита в воздухе. Слушайте, у нас остается совсем мало времени. Вот вопрос, который я хотел задать. А вообще, вот вам, как специалистам моди, а существует ли русский стиль? Русский, вот мы сейчас говорили о том, как русский одевается, о том, что так как одеваться во Флоренции, не стоит одеваться в Москве. Вот на ваш взгляд, существует русский стиль в одежде? Или это все-таки надерганные какие-то цитаты, обрывки откуда-то? Не то, что он прям русский, но я бы так сказала, что всегда, в любой стране, есть какой-то свой мейнстрим, скажем так. То есть это какая-то мода, которая по каким-то там причинам закрепилась. Ну, условно, вот проще, наверное, какую-то аналогию или вообще пример привести с зимы, да, вот, например, норковые шубы, там, или еще что-то. Безусловно, в каждой стране есть какая-то своя мясническая мода. Наверное, это загрузчик. Да, конечно, есть, безусловно, но в любом случае мы заимствуем, да, потому что в нашей визуальной культуре ничего не было многие годы, и понятно, что кто-то берет из Нью-Йорка, кто-то берет из Парижа, кто-то из Лондона, все это сваливается в одну такую большую кучу. Пока, к сожалению, мы еще на стадии обучения, да, если в Италии визуальная культура через поколение передается, то у нас, естественно, ничего не было, поэтому построим, я надеюсь, все-таки рано или поздно. Это был Евгений Тихонович, старший редактор дела мода JQ, второй наш гость Ануш Гаспарян, образовательный центр менеджмента коммуникации в индустрии моды Высшей школы экономики, но от себя скажу, что у нас новый урбанизм какой-то в городе, давайте соответствовать нашему городу и одеваться по городскому. Это была программа Археология, я Сергей Медведев, доброй ночи и удачи.